Есть научно обоснованные подходы, как можно человека заставить причинить себе добро. Если я вкладываю деньги, извольте вернуть обратно. Добрый день, вы смотрите передачу «Умные люди» в студии Андрей Александрович. Я Ольга Шавела, газета «Беларусь и рынок». В гостях у нас сегодня Татьяна Зилко, лидер инициативы пенсионеров «Наше поколение». Здравствуйте. И социолог Елена Артеменко-Мельянцова. Здравствуйте. А поговорим мы сегодня про пенсионную систему в Беларуси. В Беларуси работает солидарная пенсионная система. Это значит, что работающие сейчас люди выплачивают пенсии нынешкему поколению пенсионеров. Однако такая пенсионная система подходит странам с быстрым экономическим ростом и высокой рождаемостью. Беларусь ни одному из этих критериев не соответствует. В результате пенсионеры недовольны маленькими пенсиями, работники и работодатели недовольны высокими взносами в фонд социальной защиты населения. Поможет ли пенсионная реформа решить проблему? И какие еще есть меры, если не пенсионная реформа? Рубрика «Блиц-опрос». Эксперты должны ответить на пять вопросов, не выходя за рамки ста секунд. А можно ли достойно прожить на среднюю беларускую пенсию? Ну, то, что среднюю, они говорят, там, 500 с копеечками, это, конечно, далеко не так. Ну, как бы мы советские люди, мы вроде как приноравливаемся. Но я вам хочу сказать, что невозможно. Нет детей, значит, можно и помирать. А помирать нельзя, потому что не на что хранить. Почему механизм добровольного пенсионного страхования пока не очень востребован у беларусов? Во-первых, беларусы очень сильно не доверяют нашему государству. У нас за это время, за 26 лет, 9 нулей снято. Кому можно доверять? Куда можно складывать, если через несколько лет за эти деньги даже хлеба не купишь? Нужно ли освободить от отчислезней ФСЗН работающих пенсионеров? Обязательно нужно освободить. Либо пенсию добавлять и пересчитывать стаж. Насколько оправдана, на ваш взгляд, разбежка в суммах пенсии у врачей, учителей, депутатов и госчиновников? Я давно говорила, что пенсии надо уравнивать. Уравнивать, то есть по вкладу в нашу экономику и платить пенсии потом. Пенсионную систему какой страны вы считаете образцом для подражания? Знаете, в каждой стране каждый человек считает, что он плохо живет, что хочет жить лучше. И это нормально, потому что если мы не будем к лучшему стремиться, не будет прогресса в жизни. Ну, хочу сказать, что если мы первые сзади, так это уже ненормально. Какая страна? Ну, Германия мне, вот Швеция, Швейцария там. Нужно ли пенсионный возраст женщин и мужчин сделать одинаковым? И каким он должен быть? Думаю, что нужно сделать одинаковым. Хотя, конечно, понимаю людей, которые хотят выйти на пенсию немного раньше, и женщины этого заслуживают. Но демографическая ситуация заставляет нас пересматривать эту разбежку. Нужна ли Беларуси реформа пенсионной системы? Обязательно. Будет ли в Беларуси работать система добровольного накопления? Вряд ли в ближайшее время. Есть ли какие-то плюсы для государства от действующей в Беларуси солидарной пенсионной системы? И какие? Солидарную пенсионную систему нужно пересматривать и в интересах государства, и в интересах общества. Она не обеспечивает всех нуждающихся в настоящий момент. Это большая проблема, которую нужно решать уже давно. Как долго в Беларуси будет увеличиваться общая численность пенсионеров? Со старением населения, даже если мы будем поднимать пенсионный возраст, общая численность пенсионеров с перспективы будет расти. По оценкам ООН, в Европе к 50-му году 35% населения будет старше трудоспособного возраста. В нашей стране примерно такие же цифры. В общем-то, о реформе пенсионной системы говорится давным-давно. Но, как я понимаю, вообще особо ничего не делается. Вот почему идет такое, на мой взгляд, дикое торможение в этой сфере? То есть, я помню, что пенсионные фонды планировалось создавать еще в конце 90-х. Пенсионные фонды у нас были. Был частный пенсионный фонд. Я очень хорошо помню, как Лукашенко о нем отозвался, что вот живут, жиреют, богатеют, надо закрыть. А вот люди, а мы тут вот сидим без денег. Надо закрыть. Закрыли. Да, Стравита набирает денег. Но вопрос. Пенсионный фонд – это очень хорошо. Вопрос. Кто будет контролировать этот фонд, чтобы эти деньги вкладывались так, как надо? И чтобы они так вложились, чтобы, когда человек выйдет на пенсию, он получал в 200-300% плюс. Иначе он не выживет, если не будет такого плюса. Но есть же практики зарубежных государств. Есть практика Австрии, есть практика Германии, Америки, где за 200 лет нет ни одного сбоя. И я даже как-то одно время предлагала, давайте мы впустим эти фонды работать сюда, к нам. Если мы впустим, ничего страшного бы в этом не было. Эти фонды работают, наверное, на очень многие страны мира. И сбоев у них нет. Да, сегодня мы им будем платить. Но ведь когда я выйду на пенсию, я утрированно говорю, выйду на пенсию, я ведь эти деньги переведу в страну. И они здесь будут работать, я здесь буду жить. А почему реформы вот эти вот не начались? А потому что реформы не начались, потому что это никому не надо. Если бы хотели сделать реформу, а не свой карман. И пенсионерам надо. Пенсионерам надо. И государству надо, чтобы снять дополнительную нагрузку. Ну, государству я не... А, ну да, дополнительную нагрузку. Смоносоциальная защита. Ну, ведь у нас как государство? Оно живет сегодня и сейчас. Оно же через 10 лет жить не будет. Через 20, 30, 40 лет. Нет, а почему? Будет, будет. Ну, наверное, будет, я понимаю. Но деньги-то надо сегодня. Помимо того, что у нас нет институтов, работающих для распределения и запуска этих средств, накопленных в работу, для того, чтобы они приносили доход, как, по идее, должна эта система вся быть устроена. Еще нужно обращать внимание на практики людей. Готовы ли они отчислять? Ведь известно, что Нобелевская премия по поведенческой экономике Ричарду Талеру была дана в том числе, потому что он участвовал в разработке пенсионного страхования в Соединенных Штатах. И для них в начале 2000-х было большой проблемой. То, что люди не готовы расставаться с деньгами сейчас, грубо говоря, для того, чтобы через 20 лет их получать. Этот эффект когнитивного искажения, девалюации вот этих вложенных средств, он как раз-таки сказывается на том, что нужно очень сильно поменять подходы и отношения самих людей. Так просто создавая систему внешне, невозможно ее запустить в работу. И я хочу еще напомнить, что в России запускали в середине десятых годов реформу пенсионной системы с введением накопительной части. И им пришлось в определенный момент приостановить этот процесс, потому что даже на более высоком уровне продвинутости финансовых институтов, на котором находится Российская Федерация, не все так легко запускать в работу. Я хочу сказать, что в России, когда у них эта система была запущена, деньги вложили в заведомо убыточное предприятие. Поэтому эти деньги все сгорели. То есть их разворовали попросту. Институт контроля тоже очень важен, конечно. Но у нас и финансового рынка как такового не выстроены для того, чтобы эти средства работали и не девальгировались, а приносили доход. Ну вот пособия за третьего ребенка, они, например, вкладываются в банк развития. Может быть, и пенсии туда будут вкладываться. А если завтра снимут 4 нуля, кто добавит к пенсиям 4 нуля, тем, которые вы будете собирать? 4 нуля – это как-то много вообще. Ну, 9 нуля – это мало. Это было, когда миллионы были. Ну, о чем речь? Мы-то вкладываем деньги, вот мы начинаем с нуля и начинаем вкладывать. А когда снимут, вы думаете, к тому, что вы там отложили, вам добавят? Я очень сомневаюсь. То есть вы говорите, что тогда нужно, чтобы накопления были в евро, в долларах? Надо. Надо именно вкладывать, переводить в валюту. На сегодняшний день у нас другого выхода просто нет. Пока у нас вот экономика не шагает, а, я не знаю, как-то ползет, как черепаха. А пока мы убыточны, мы никак не можем, нам некуда их вкладывать. Хорошо. Но если эта пенсионная реформа не сработает, что тогда? Ну, сейчас подход был такой, что изменяются не качественные показатели, не структуры накоплений, да, а в рамках старой солидарной системы изменяются количественные показатели, то есть параметрическая реформа происходит. Мы можем повышать дальше пенсионный возраст. Задел между разницей у женщин и у мужчин пенсионного возраста еще есть. В принципе, таким путем можно идти дальше. В качестве меры, которая могла бы улучшить нынешнее положение пенсионеров без качественного изменения системы, это, например, пересматривать пенсии, исходя не из средней заработной платы, а исходя из показателей инфляции. Это бы позволило реальные пенсии сдержать в их падении в настоящий момент. Ну, то есть при даже снижении заработной платы удерживать уровень жизни пенсионеров достаточно высоким, исходя из темпов инфляции. То есть есть определенные шаги, которые можно сейчас делать, откладывая эту неизбежную реформу. А насколько можно откладывать, следовать этим шагам? Если смотреть на цифры, если у нас сейчас где-то 25% людей старше пенсионного возраста, и один работающий человек обеспечивает, там, несколько пенсионеров, то через 20 лет эта пропорция не позволит никакой уровень жизни, никакой прожиточный минимум пенсионерам обеспечить. То есть это очень скорая перспектива, когда действительно нужно что-то менять. Но пока можно отодвигать пенсионный возраст. Пока можно отодвигать пенсионный возраст, пока еще у нас половина мужчин сегодня не доживает до пенсии. Всего-то, ну, на пенсию-то они деньги себе откладывают. Вот какая у нас продолжительность у мужчин средняя? Где-то порядка 64-х лет, но у женщин... 74 года. Да, но у женщин... А я хотела спросить, а что случается с деньгами? Вот, допустим, человек откладывал, откладывал, а всю жизнь... Ну как что? У нас же солидарная система. То есть он откладывает, откладывает, а мы получаем и получаем. Понимаете? У нас же нет накопительной системы. У нас сегодня солидарная. Но ведь и солидарную тоже можно перестроить. Ну, то есть получается, что человек всю жизнь откладывал эти деньги в СССР умер, и деньги растворились. И все, и деньги... Ну и слава тебе, Господи, что умер, вот не надо ему платить, у нас мы вот... Те деньги, которые откладываются в настоящий момент работающими людьми, расходуются на нынешних пенсионерах. Ну я же говорю, там откладываются. Это благое дело. Деньги пошли на содержание пенсионеров, оплату больничных, выплаты пособия по уходу за ребенком. Поэтому... Вот как-то вот так. То есть фактически ФССР заинтересован в том, чтобы пенсионеров было меньше. Пенсионеры, чтобы меньше доживали до пенсии люди. Понимаете? Ну фактически вот это страшно, но это так получается. Но вообще государство заинтересован в том, чтобы люди жили долго и качественной жизнью, были здоровы. И Министерство здравоохранения в этом направлении работает. Министерство внутренних дел. Возвращаясь к реформам. У меня вопрос по поводу того, что, может быть, перед тем, как делать реформы, может быть, люди должны быть уверены в правовой ситуации в стране. То есть в том, что все законы действуют. Что никто вот этих вот обнулений не будет делать. То есть прежде чем там, скажем так, вкладывать свои деньги на перспективу. Куда-то, что-то надо видеть конечный результат. В точки зрения политического аспекта. Может быть, изначально надо... Заставить законы работать так, как это надо. Да, согласен. Заставить законы работать. И надо, чтобы вот этот пенсионный фонд, куда мы вкладываем, сто раз пересматривался и сто раз государством перестраховывался. Чтобы он был несколько раз застрахован именно государством, чтобы люди знали, что я деньги вложила, и я потом их получу. Опять же, если говорить о пенсионной реформе, получается, что если люди сейчас будут вкладывать деньги в какие-то другие фонды, там, да, пенсионные отчисления, насколько это снимет их отчисления, то есть может быть, сниматься в ФСЗН, да? И опять же, где тогда деньги брать в ФСЗН для того, чтобы обеспечивать нынешних пенсионеров достойными пенсиями? Ну, солидарная система, она все равно будет. Почему? Потому что надо платить пенсии и инвалидам, и тем, которые не работают, там, жены военных, которые вот, ну, раньше, знаю, ездили везде, я по себе знаю, потому что тоже муж военный был, ездили, они вынуждены были дома сидеть, не работать, поэтому-то и стаж шел теперь, вот, в стаж это не входит. Вот, потом будет, но дополнительно к этому еще, вот, как, допустим, в Германии это делается, дополнительно есть еще страховая пенсия, где человек сам себя страхует на пенсию, да, и смотрит, куда там это все вкладывается, и где предприятие, на котором он работает, тоже страхует этого человека на пенсию. То есть предприятие вкладывает ему в этот пенсионный счет деньги. Человек отработал 10 лет и захотел уйти с этого предприятия, но предприятие его застраховало на пенсию. И если он 10 лет отработал на предприятии, в тех же заводах, значит, этот счет следом переходит за ним. То есть это предприятие на другое предприятие переводит эти деньги. Вот в чем дело. Поэтому у них и накапливается, поэтому они выходят... Я понимаю, как у них, да. У меня вопрос, как это будет у нас? Как это сделать так, чтобы люди не платили одновременно и в СЗН, и плюс не платили куда-то в какие-то фонды? Потому что у людей денег-то, в общем-то, и так немного. А если заставить их платить еще куда-то, вряд ли они будут этому рады. Ну, так в том-то и дело, что у нас получается от зарплаты рабочего, работника, идет не 1%. 1% это официально. Но предприятие туда переводит 35%, да? Да. Это та же зарплата. Это то есть человек получает меньше. Значит, отдайте вы ему эти 35%, и пускай он вкладывает их куда хочет. Но так получается, чтобы себе на пенсию... А откуда тогда взять деньги в СЗН для того, чтобы платить? Это солидарная часть, которую важно оставить. Действительно, есть уязвимые категории, которых нужно финансировать. Нужно обеспечивать какой-то минимальный уровень вне зависимости от трудового пути и стажа. Какая-то солидарная часть должна оставаться, но, соглашусь, для нас оптимальный вариант – это трехкомпонентная пенсионная система, когда часть ответственности – это предприятие, причем эти пенсионные начисления, соответственно, в общий солидарный фонд для предприятия будут меньше, чем 35%, но, соответственно, если предприятие обеспечивает какую-то страховую часть для своих сотрудников. И какая-то часть отчисляется самими сотрудниками, исходя из их собственных соображений, их собственного желания. И те отчисления, которые есть у нас сейчас в СЗН, они достаточно большие по сравнению с зарплатой сотрудника, по сравнению с общими расходами предприятия. Это заметная часть. Проблема в том, что у нас эти деньги не работают. Можно ими распоряжаться, можно их вкладывать, можно делать так, чтобы эти накопления увеличивались со временем, и человек мог их контролировать, мог на них влиять. И если бы работали институты, было бы достаточно высокое доверие государственным и финансовым институтам в обществе, можно было бы сподвигнуть людей, отчислять себе какую-то часть, можно было бы сподвигнуть предприятия за льготы с учетом отчислений в СЗН, за какие-то другие льготные программы, отчислять сотрудникам свою часть, и, соответственно, какую-то часть обеспечить в любом случае для солидарной составляющей. Но есть же еще такая проблема вот сейчас в солидарной вот этой системе пенсионной. Это уравниловка. Я знаю, многие пенсионеры жалуются, что при начислении пенсии у них уравниваются доходы, вне зависимости, где ты работал. А Татьяна вот предлагала уравнивать. Нет, я не это предлагала. Я не уравнивать предлагала. Я предлагала снизить пенсии людям, которые ничего не вложили за свою жизнь в экономику, но получают в разы, в десятки раз больше, нежели получают те, кто вкладывает, те, кто работает. Я бы рассмотрела варианты, доступные для нас. Гораздо бедных легче дарабить, чем... Развивать инструменты страхования и делать деньги работающими. Это решит проблему вот этой уровня. Проводилось исследование пенсионной системы где-то в девятом-десятом году. Исходя из настроений белорусов, насколько они готовы к диверсификации этих пенсионных отчислений. И по данным социологических исследований этот формат трехкомпонентной пенсии он оказался как и с экономической точки зрения, так и с точки зрения социологии оптимальным для нас. Ну вот если бы в девятом-десятом году они начали реформу, если бы, вот тогда экономика наша более-менее была уровень выше. И тогда можно было ее начинать. Почему столько времени ничего не предпринималось? Ну я не знаю, это же, по-видимому... Это качество менеджмента. Как-то вот это никому не надо было. У нас что было главное? Давайте возраст поднимем, и мы будем в шоколаде. Подняли. Ну и помимо того, что на тот момент в середине десятых годов был период относительно устойчивого роста экономики, еще в начале десятых годов страна наша переживала так называемый демографический бонус, когда нагрузка на пенсионную систему не была такой большой, как сейчас. Там из-за низкой рождаемости количества, ну доля работоспособного населения была большой, и этот период благоприятствовал как раз-таки проведению пенсионной реформы. Меньше бы людей пострадало, эти изменения были бы менее чувствительными. Но в настоящий момент мы уже потеряли эту возможность, поэтому все меры, которые будут предприниматься сейчас, в ближайшие 10 лет, это будет что-то алармиское. Это нужно будет решать проблему под горящими балками, сваливающимися на тебя. Может, как-то решат, не знаю, за счет мигрантов? В перспективе проблему демографическую в нашей части света. Действительно, нужно будет решать за счет мигрантов, но для мигрантов привлекательны скорее те рынки труда, где экономический рост более стабильный, более высокий, чем у нас. Наша задача, чтобы каждый гражданин надеялся не только на государственную поддержку в лице государственной пенсии по старости, которую мы и по законодательству, как положено выплачивать, будем в полном объеме в установленные сроки, а как дополнительный элемент каждый человек должен быть тоже заинтересован в повышении своего уровня и качества жизни в старости. Поэтому и предлагается новый механизм по добровольному накопительному страхованию. В этом направлении нужно двигаться. Но чтобы добиться такой сознательности от граждан, нужно работать на повышение доверия, на развитие финансовых институтов, на продуманную реформу пенсионной системы. Повышение финансовых институтов – это очень хорошо, но надо же опять же, опять мы возвращаемся к тому, с чего начинали. Если люди будут собирать, и оно будет уходить в никуда, они не соберут ничего, абсолютно ничего. Поэтому работать надо над тем, чтобы экономика у нас работала. С учетом их опыта мы создадим, и с учетом тех систем, которые есть в мире, мы создадим лучшую систему в Беларуси пенсионного обеспечения, с учетом наших возможностей. Лучше это не знать, что всех завалим большими пенсиями. С учетом наших возможностей. Но это будет справедливая и хорошая система. Подчеркну, защита интересов пенсионеров является важнейшим приоритетом для государства. Ну, как вам сказать. Сейчас не тот момент, чтобы иметь возможность действительно прорывные, новые, хорошо работающие системы вводить. Мы потеряли время устойчивого экономического роста, мы потеряли время демографического бонуса. Изменение системы повлечет снижение уровня жизни пенсионеров, когда это будет перестраиваться. Можно рассчитывать на то, что семьи будут поддерживать некоторых пенсионеров, потому что такая установка в обществе есть. На то, что забота о родителях все-таки может лечь на плечи взрослых детей. Пока что не так это востребовано на данный момент, но в переходный период это будет очень актуально. Хорошо, что общество к такому, в принципе, готово, судя по исследованиям. Вряд ли, повторюсь, нынешние условия позволят нам лучшую систему в кратчайшие сроки вести для всех, и все будут счастливы. Нам придется испытать много сложностей, пережить много сложностей и преодолеть много препятствий на этом пути, и он не будет быстрым. С учетом российского опыта я бы поговорила еще. Я бы не хотела российский опыт сюда вводить. Есть много опытов других, которые тоже перестроечная. Экономика была, та же Чехия, Словакия, Польша. И как-то вот они вышли, даже та же Прибалтика. И как-то они вышли на более достойные пенсии и на более достойный уровень жизни. Ну, насчет лучшую тоже не знаю, как он собирается это строить с учетом российского опыта. Я говорила уже, что там уже были фонды, которые деньги были вложены абсолютно в заведомо провальное дело. Были такие, такой опыт в России. Но у нас сегодня что можно сделать? Это пенсионерам, которые уже на пенсии и еще работают. Это значит, надо пересматривать их вложение в эти налоги в пенсионный фонд. Либо пересматривать и доплачивать пенсии, либо не брать с них эти налоги. Потому что, простите, мы их грабим. Получается, что мы грабим. Человек работает, платит пенсионный фонд. Во всем мире, если человек работает, пересматривается стаж и пересматривается размер пенсии, а мы платим по пониженному коэффициенту, плюс еще и налоги берем. Ну, это не факт, что реформа пенсионной системы начнется завтра. Нет, конечно. И вполне возможно, что опять это пролонгируется, и там через 10 лет мы с вами встретимся и будем обсуждать. Не хочется упоминать в суе, но если вы обратили внимание, среди ранее дорожных карт, а сейчас приоритетов сотрудничества в рамках Союзного государства, мы должны будем унифицировать и социальную политику. И я думаю, что вместе с российскими партнерами нам придется пройти по пути пенсионной реформы все-таки в обозримом будущем. Отлично. Но у меня вопрос. Как будут тогда расти пенсии наших пенсионеров? Можно ли сейчас прогнозировать, сколько там будет среднее? На сегодняшний день они только падают. В случае реформы пенсионной системы, насколько могут вырасти пенсии наших пожилых людей? Я не знаю, как это распределять. Когда я понимаю, что государство когда-то мне попало, и теперь я стараюсь всегда искать перечень, что наше государство нам предлагает жить. Одно пальто в 10 лет, одни туфли в 10 лет. Это вы про корзину потребительскую? Да, да, да. Вот это очень... Скажите, по вашему мнению тогда, что такое достойная пенсия? Какой она должна сегодня быть? Ну так, чтобы достойно можно было жить. Это сколько? Достойно жить, чтобы пошел в магазин и не считал... Ну сколько это? Булочку купить, значит, так лип не хватит. Очень многих таких встречаю. У меня два сына, я вроде как живу. Ну вот сколько вам нужно, чтобы так жить? Мне трудно сказать, потому что цены растут каждый день. Ну вот и посчитайте, сколько вам надо, чтобы вы... Столько же и мне. Но мне пенсии пока не нужна. Нет, у вас зарплата пока, но столько же и мне. Мы же все одни, мы же все люди, одинаково едим, одинаково пьем. Чтобы жить, чтобы я могла куда-нибудь сходить. А я уж в театр забыла, когда ходила, честно скажу. Елена, а что вы думаете, есть ли какие-то там, не знаю, научные подходы, сколько должна быть пенсия от средней зарплаты или от каких-то других показателей экономических? Я таких цифр не знаю, но тот образ жизни, который ведут белорусские пенсионеры, он, конечно, не выдерживает конкуренции с тем, как видится международным организациям достойная старость, серебряный возраст или другие... Серебряный век. ...красивые слова. У нас благодаря увеличению продолжительности жизни, продолжительность этого жизни после выхода на пенсию увеличивается. И важно, чтобы люди проживали качественную жизнь в этот период, развивались, находили для себя какие-то интересы. И, конечно, обеспечение прожиточного минимума – это не та перспектива, за которую стоит бороться. Нужно, чтобы люди чувствовали себя полноценными и жили полной жизнью. Жили, а не существовали. Елена, а вы по поводу демографической ямы, которая... Ну, на самом деле, для страны это проблема. Как в перспективе будет замещаться вот эта рабочая сила, на ваш взгляд? Если будет сокращаться население Белоруссии, кто у нас будет работать? Как будет решаться эта проблема? Ну, пока что нет. Несмотря на подходы тех, кто хочет вернуть традиционное общество и большие семьи, нет пока что перспектив для того, чтобы все эти демографические инструменты работали в полную силу. Мы можем такой социальной политикой продуманной поднимать рождаемость не выше, чем уровень простого воспроизводства. То есть больше белорусов за счет самих белорусов уже не станет, и население будет постепенно сокращаться. Поэтому в отдаленной перспективе только за счет миграции мы можем компенсировать, собственно, недостаток рабочей силы. Но вообще-то эти темпы сокращения рабочей силы нужно сохранять низкими, все-таки поддерживать рождаемость для того, чтобы экономика продолжала работать за счет белорусов. И как раз-таки накопительная часть пенсии решит вопрос вот этой нагрузки на работающее население. Если работающие люди не должны будут обеспечивать всех нынешних пенсионеров, то тогда проблемы обеспечения пенсионеров работающими людьми так остро стоять не будет. Солидарная система ставит безвыходную ситуацию в случае снижения количества населения работоспособного, но при накопительной подходе так остро эта проблема стоять не будет. Поэтому мы можем постепенно сокращаться со спокойной совестью, если каждый человек будет уверен в том, что себе на пенсию он уже отложил. Прежде чем накопительную систему вводить, надо все-таки экономику, наверное, до какого-то уровня довести, чтобы она у нас так не прыгала, чтобы я была уверена, что если я отложила, значит, деньги пошли работать. Подводить ее до какого-то уровня. Вот экономисты. Экономисты они те, кто... Собственно, как, опять же, возвращаясь к поведенческой экономике, как людей подводили к тому, чтобы они эти отчисления делали, несмотря на недоверие и нежелание расставаться с деньгами. Во-первых, нужно сделать включение в систему автоматическим. То есть не то, что человек принимает решение, делает он это или не делает, а по дефолту всех туда записывать. И тогда отказываться будет сложнее, чем не соглашаться. Как у нас происходит с донорством органов в стране. Каждый человек по дефолту, по определению, считается согласным на донорство органов после смерти, но если исследования показывают, что если спрашивать об этом, то соглашаться будет гораздо меньшее количество людей. Собственно, этот подход в Штатах позволил увеличить долю отчисляющих в пенсионные фонды на 40%, если я не ошибаюсь. Они довели до 80% работающих именно таким автоматическим зачислением. Второй вопрос. Нужно начинать с небольших процентов, для того чтобы расставаться с этими деньгами было несложно, а потом в течение какого-то времени добавлять по 1%, по 5%. То есть сделать этот вход постепенным. И амортизировать по возможности шок от перехода между одной следарной системой до нескольких дней. Но у нас государство сейчас предлагает, вы делаете 3%, и мы 3% добавляем. По-моему, хорошее решение. 3% с 3% не страшно расставаться. И если потом нам через 5 лет скажут, а добавьте еще 2% и мы вам какое-нибудь страхование здоровья предложим взамен, уже мы доведем до 5%. То есть есть научно обоснованные подходы, как можно человека заставить причинить себе добро. Но это должно быть продуманной, взвешенной политикой и долгосрочной перспективой. Действительно, доверие очень важно в этой ситуации. А как, по вашему мнению, должна ли быть в этом случае у человека возможность снять свои накопительные накопления добровольные, если в случае форс-мажорных ситуаций? Я просто знаю, в некоторых странах такой возможности нету, в некоторых странах есть такое. В некоторых есть. У многих есть, у многих нету. Но страховые, пенсионные страховые деньги, которые они... Они же лечат людей, они же этого человека лечат, они полностью оплачивают им лечение. Там же можно и полечиться, туда можно поехать за этот же счет, за то, что деньги эти работают. И во многих есть. А можно ты доживаешь до пенсии, можешь все сразу снять. А можешь снимать там постепенно, ежемесячно, как вот ты сам себе придумаешь, сам себе как захочешь. А можно сразу все снять. А можно, значит, постепенно. И потом очень важно, что эти деньги уходят в наследство, если человек умирает. Если человек умирает, значит, наследники получают эти деньги. А у нас получается, что человек всю жизнь платит и все. Но он умирает со спокойной совестью. Всю жизнь он содержал пенсионеров и женщин, сидящих в декрете. Опять же, как должна быть работа? Ну, хотя бы раз в год прислать письмо вкладчикам, скажем так, работу, которую вкладывают, и сказать, вот за этот год у вас, ваш пенсионный счет увеличился на какую-то сумму. Вот с такого-то года, если вы будете получать, вы будете получать столько, столько и столько. Может, пенсионерам биткоины вкладывать? А ежемесячно. Но опять же, надо знать еще, что это такое и объяснить. А при нашей политике, где, если пенсионеры обучаются планшетом и работают, да, слышали, что это же, оказывается, экстремисты уже. Экстремистская политика. Но венчурные инвестиции для пенсионных фондов, как правило, это не тот вариант. Они, как правило, более надежные находятся. Ну да, да. Понятно, согласен. Люди должны знать. Можно вас перебить? Тогда вопрос. Вот, допустим, человеку осталось 5 лет до пенсии. Какие вы дадите советы, как ему лучше, скажем так, сделать себе какую-то финансовую подушку для безбедной старости? Подушку. И желательно в валюте. Может быть, ему купить квартиру и ее сдавать? Может быть. А с другой стороны, и это падает. Ну, на квартиру нужны деньги. Да. Да, и на квартиру нужны деньги, если ты ее купишь в кредит. Ее уже надо выплачивать, этот кредит чем-то. Опять же. Ну вот интересно для Беларуси, цифры по переписи беларусы по-прежнему не склонны жить вместе со своими родителями. У нас только 11% домохозяйства. Это домохозяйства расширенные. И увеличивается доля домохозяйств, состоящих из одного человека. Это часто один человек пенсионер. И таких порядка 24% состоящих из одного человека. А те, которые живут вместе несколько поколений, только 11% домохозяйств. По данным Белстата, сейчас пожилых людей, то есть 65 и выше, в Беларуси, если пропорцию посчитать, там 33% мужчин и 66% женщин. Почему вот такая разбежка происходит там, да? И как сделать, чтобы вот здесь была гендерная уравнёвка? У нас разница в продолжительности жизни мужчин и женщин порядка 10 лет на данный момент. И за счёт этого в старших категориях женщин больше. Потому что мужчины, к сожалению, умирают раньше. Основные причины смертности у нас – это неинфекционные заболевания, онкология и заболевания сердечно-сосудистой системы. И тут очень много вещей, связанных с установками и стереотипами, которые существуют в обществе. Это и более рискованное поведение мужчин. Это, возможно, связано и с игрик-хромосомой, и с другими такими физиологическими вещами. Но физиологически объяснимая разница в возрасте – это порядка 3-5 лет в возрасте средней смерти. А у нас это больше. Мужчины больше работают, меньше времени проводят с семьёй, больше стресс, наверное, берут на себя, ну и больше употребляют алкоголя, курят. Ну и все рисковые эти факторы влияют на продолжительность жизни. Важно не только ввести профилактику девиантного поведения, скажем так, важно ещё работать с психологическим уровнем, тем, сколько мужчины на себя берут. Все эти вещи понемножку-понемножку, геодорное равенство понемножку-понемножку будут выравнивать продолжительность жизни. Ну, насчёт продолжительности жизни я уже говорила. Мужчины не доживают половину до пенсии. Хотят винить самих мужчин, но, опять же, с другой стороны, я бы их уже так не винила, потому что у нас это настолько доступно. Вот что-что уж алкоголь, у нас это точно доступно. Может быть, какие-то ограничения вводить? Да, да, ограничения работают. Не только для мужчин. Нет, ну, почему? Нет, но... Для всех, для подростков, для всех. Выносить за пределы общедоступных мест точки продаж алкоголя и табака. Ну, этим тоже не... Ограничивать время. Нет, эти меры работали, и мы видим примеры, как эти меры работают. Поэтому, ну, как бы, тут есть интересы экономические. Мужчины меньше вовлечены в систему медицинского обслуживания. Есть принято мнение, что женщина вовлекается в это в период деторождения и как-то проще взаимодействует с этой системой. Мужчины не обращаются к врачам. Есть такой стереотип, и это действительно работающая реальная вещь. Они меньше заботятся о своем здоровье. Они несут на себе крест необходимости обеспечивать семью. И все эти стрессовые факторы в конечном итоге сказываются и на употреблении алкоголя, на курении, с одной стороны, и на том, что они, ну, как бы, меньше заботятся о своем здоровье. А может привязать к пенсию к состоянию здоровья? Ну, может быть. А как это привяжется? А это как это можно привязать? Она и так привязана к состоянию здоровья? Нет, вы лучше, если можно, ответите по поводу специальных пенсий. Вот недавно было какое-то постановление, там, или указ по поводу того, чтобы лишать, чтобы была возможность лишать за какие-то провинности людей вот этих вот специальных пенсий. Вопрос вот в случае накопительной. Сохранятся ли вот эти специальные? Они должны сохраняться. Тут в ней накопитель. Если я вкладываю деньги, извольте вернуть обратно. С просанками. Я имею в виду специальные пенсии. Я понимаю, о чем вы говорите. Специальная пенсия спортсменам за особые заслуги. Вы за это имеете в виду, да? Ну, там разные, там, может быть. Ну, там, народные мышцы, которые в последнее время там много-много-много. Опять же, тем же, там, каким-то там чиновникам, которые там поставлены. Ну, у чиновников пенсия отдельная. 80% от среднего заработка, правильно я говорю? 80% от среднего заработка, вот сколько они там получают тысячи. Вот, считайте, 80% – это их заслуженные, как они считают, заслуженные деньги. Я считаю, что вот эта вот специальная пенсия, она зарабатывается человеком, да? Вот он какую-то приносит, наверное, пользу для государства тот же спортсмен. Ну, если человек воевал где-то, опять же, специально ему там добавляется какая-то к пенсии, добавляется еще там за действия военные, еще за что-то. Я, например, считаю, что вот это вот нельзя забирать. Потому что человек... Это при накопительной системе должно сохраниться. Оно должно сохраняться. Раздел «Прогноз» не погоды. Эксперты делятся своими прогнозами относительно развития ситуации в ближайшем будущем. Ну, в зависимости, наверное, от нашей ситуации в стране. И то же самое и с пенсионной. Если мы будем хорошо работать, если у нас будет с чего платить, у нас будут пенсии. Если у нас будут убыточные предприятия и дальше поддерживаться, значит, у нас их не будет, потому что надо будет с чего-то платить. Ну, а пенсии, накопительная пенсия, она может начать только при нормальной экономике. Если не будет, ну, согласитесь со мной, что если не будет нормально работать наша экономика, ну, у нас никак и пенсии не заработает реформа пенсионная. Хотя ее можно было уже давно потихоньку сдвинуть с места. Ну, почему-то вот. В перспективе союзных программ по унификации политики, в перспективе нависшего демографического кризиса, я думаю, что эта система будет постепенно развиваться. Я не уверена, что с качеством управления в нашей стране это будет гладко и хорошо, и с учетом экономических факторов в том числе, будут страдать отдельные категории пенсионеров, которые не впишутся в эту систему гладко, и это будут самые уязвимые группы. Но с учетом рычагов давления на предприятия, которые есть у наших чиновников, они довольно обширные, очень сложно даже частному бизнесу возразить и отказаться от каких-то нововведений. И через силу, через колено эта система будет внедряться. Я думаю, что таких ресурсов у государства достаточно. Но отдельные категории будут страдать, и нужно учитывать это по-хорошему, продумывать разные программы адресной, возможно, помощи, разные программы поддержки уязвимых групп. Это не всегда гладко делается в нашем государстве. Нужно учитывать то, что уровень жизни некоторых людей... Что через колено они будут заставлять, это правильно, вопрос, что человек потом получит. Понятно. Спасибо большое. Спасибо нашим гостям, спасибо нашим зрителям. Оставляйте ваши вопросы, комментарии под видео. Пока.